Время ехать. В Бобруйском горисполкоме прошел семинар по правилам участия в будущем реестре перевозчиков. Получаем более конкретную информацию. Что следует знать? Всевидящее око. Бобруйчанин обокрал пенсионера, однако быстро попался. Сколько похитил неудавшийся воришка? Отдых с пользой. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» шагает по Бобруйску. Они будут знать, как необходимо действовать. Чем спасатели удивили ребят. А также реконструкция дорог, рост пособий и пополнение запасов. Белкопсоюз продолжает заготовки сельхозпродукции и сырья, кто обеспечивает продовольственную безопасность. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Работа в полях. Александр Лукашенко лично инспектирует процесс уборочной. Осмотр глава государства начал с Минского района. Однако увиденным в районе остался доволен далеко не везде. Особенно досталось землям вблизи промышленных центров. В хозяйстве «Восход» президент в первую очередь осмотрел поле с РАПСом. Результат весьма неплохой. Со специалистами подробно обсудили, как удалось этого достичь. Площади здесь небольшие. Пример того, как выжимать максимум по урожайности, чтобы получить прибыль с продукции животноводства. Надо посмотреть, Виктор, с тактикой. Сейчас уже не по стратегии вопрос. На нас надвигается приличный фронт. И я вот смотрю, не знаю, у тебя, наверное, меньше этих полей, где полеглица сплошная, но у него сплошь и рядом. Ураганы раньше прошли, еще не созревшие положили зерно. Честно сказать, я не смотрел эту полеглицу, есть там зерно или нет, но все равно убирать надо. Если там хороший дождь, то туда вообще нечего ехать на это поле. Посмотрели там, где не ждали. Зерноток, машинный двор, молочно-товарный комплекс. За информацией глава государства обратился не к представителям начальства, а к рядовым работникам. Проверка, к слову, носила внеплановый характер. Ожидается, такая практика будет продолжена. На воре и шапка горит. Мужчину, который взял чужую барсетку, задержали правоохранители. В милицию обратился 71-летний бобручанин. Мужчина рассказал, он в один миг лишился крупной суммы – более 2000 рублей. Сумку с деньгами он неосмотрительно оставил в тележке продуктового магазина. Однако рабочий маркета, который наблюдал за произошедшим, зря времени не терял. Зайдя за угол здания, местный житель вытянул кошелек и спрятал его в камеру хранения, а пустую сумку отдал на инфоцентр. Через некоторое время вернулся за добычей. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Похищенные изъято в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Комфортный проезд, водные ограничения и концентрация на старом. В Беларуси решено сокращать строительство новых трасс, на что смещен фокус внимания. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С начала августа в республике вырастут пособия по уходу за ребенком до трех лет. На первого сумма увеличится до 777 рублей, на второго и последующих – 888. На ребенка-инвалида – 1000. Размер выплат прибавил более чем 7%. В Беларуси из-за плотности дорожной сети решено сокращать строительство новых трасс. Фокус сместится на реконструкцию. По автомобильным артериям общего пользования в стране бизнес перевозит более 40% всех грузов и около 60 пассажиров. На начало года общая протяженность магистралей – почти 87 тысяч километров. Белкоп «Союз» продолжает заготовки сельхозпродукции и сырья. Львиная доля закупки у населения – свыше 60% в общем обороте. Приобретают картофель, овощи, ягоды и другие культуры. Урожай яблок также ожидается хороший. У народа планируется приобрести порядка 40 тысяч тонн. 40% отправят на переработку на предприятие по требкооперации. Во всех крупных городах республики появится возможность автоматизированной оплаты проезда в транспорте. Также активно модернизируется расчет через мобильное приложение. Ориентация идет на максимальный комфорт для передвижения и поездок. Так, с учетом погодных условий, вся закупаемая техника, используемая для городских перевозок, предусматривает наличие кондиционеров. В Беларуси в 34 курортных зонах ограничено купание. Специалисты проверили более 400 пляжей и исследовали свыше тысячи проб воды. Полный список мест обновляется регулярно и доступен для просмотра на специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Республиканского центра гигиена, эпидемиологии и общественного здоровья. На новый лад список видов предпринимательской деятельности расширится не без помощи простых бобручан. С прошлого года из-за новации одни бизнесмены вошли в категорию налога на профессиональный доход, другие как ИП. Индивидуальный предприниматель Сергей Юрковец обратился с просьбой пересмотреть подход и расширить список, через который будет производиться уплата. И был услышан, 1 октября указ войдет в силу. Такая возможность также позволит зарабатывать параллельно от основного заработка. Когда прошло совещание, мне очень приятно, что работники министерства слышат на самом низком уровне предпринимателей, которые хотят изменить какие-то изменения, чтобы произошли более благоприятные для осуществления деятельности. И в данный момент был услышан, и изменения произошли. Поэтому спасибо работникам, которые с пониманием относятся к предпринимателям. С 1 января 23-го, напомним, некоторые изменения в законодательстве уже произошли. Тогда часть предпринимателей перешла на уплату профессионального налога. Система позволила автоматизированно оплачивать сбор, равный 10%, для удобства мобильное приложение. На последнем совещании 29 мая был рассмотрен вопрос о расширении списка. Он увеличится до 87 видов деятельности. Лучше по правилам. Бобруйский прошел семинар по вопросам автомобильных перевозок пассажиров. В стране уже в ноябре появится специальный реестр. 24 июля транспортная инспекция собрала всех, у кого есть вопросы, чтобы разъяснить, как действовать, чтобы не остаться вне закона. Елизавета Житкова разбиралась в нюансах. Во главе угла – люди. Страшная авария с маршруткой, которая произошла под Смолевичами в феврале прошлого года, всколыхнула сферу пассажирских перевозок. Я заблокировал меня. В миг усилились контроль и проверки. ГАИ, транспортная инспекция, налоговая регулярно на страже каждой жизни. Злостным нарушителям перестали грозить, перейдя к более радикальным мерам – изъятию машин. Выявляются такие нарушения, как нарушение внешнего и внутреннего оформления транспортных средств, отсутствие необходимых документов у водителей, в частности, страхового свидетельства, страхового полиса, отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Для автомобилей такси срок действия данного документа составляет 6 месяцев. Непрохождение водителями предрейсового медицинского обследования. Четко разграничил требования к регулярным и нерегулярным такси 2018 и обновленный закон об автомобильном транспорте и перевозках. С того момента регуляры стали возить людей по определенному расписанию, маршруту и только после заключения договоров с операторами, контролирующими органами. Кроме того, лицензия и навигационное оборудование, которое позволяет контролировать соблюдение ПДД, режим труда и отдыха обязательны к исполнению. В обществе этот вопрос очень остро стоит. Некоторые переживают, что наступит коллапс в транспортном сообщении, в частности, сообщении такси. Но хочу заверить, ничего для перевозчика практически не меняется. Больше акцентируется этот указ на безопасность в перевозке таксистов. Хотим убрать нелегалов в этой сфере деятельности. Прошлой осенью Александр Лукашенко анонсировал создание официального реестра перевозчиков. Жесткие меры направлены на обеспечение безопасности. Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона. Его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами. То есть, тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками в реестре ты иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет и, не дай бог, ты занимаешься этими перевозками, к Убракову и к Тертелю там места еще у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. Ноу-хау коснется городских и междугородных маршруток такси. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу водителей. За 2023 транспортная инспекция выявила под 10 тысяч нарушений. Сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей. До вступления в реестр всего пара дней. На бесплатной основе он будет формироваться три месяца. На семинаре подняли тему указа номер 32, подписанного президентом еще в январе. Я уже четвертый раз на подобных мероприятиях и каждый раз получаем более конкретную информацию, так как уже вступление в реестр через пару, как говорится, дней, которые необходимо решить в ближайшее время. Это, предположим, внесение фирмы, транспортных средств водителей в реестр, купить и оснастить все транспортные средства регистраторами с целью и дальнейшим сохранением информации в течение 15 дней. Нововведение позволит выдохнуть спокойно. Теперь можно точно знать в лицо того, кто отвечает за безопасность. Правила созданы не для того, чтобы их нарушать. Контролирующим органом здесь станет транспортная инспекция. Попасть в список бесплатно реально до 31 октября. Елизавета Житкова, Никита Швайковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Полезные знания. Каникулы без дыма и огня в самом разгаре. В этот раз спасатели заглянули в патриотический лагерь «Родина» на базе 83-го отдельного инженерного аэродромного ордена «Красной звезды полка». Будущим защитникам рассказали о правилах безопасности. Кроме того, ребятам наглядно показали, как работают огнеборцы и дали самостоятельно поуправлять напорным рукавом. Счастья не было предела. Мы ребятам напомнили о том, что лето нужно проводить безопасно. Самый главный акцент – это безопасность на водоемах и безопасность в лесу. Специалисты напомнили, что плавать надо в разрешенных местах, не находиться на водоемах без взрослых, ну и плавать дозированно. В лес надо также подготовиться, взять с собой мобильный телефон, не забыть какие-то еще полезные вещи и не отправляться туда в одиночку. Дети будут здоровы, дети не будут попадать в опасной ситуации и даже если такое случится, что они попадут в какую-то опасность, они будут знать, как необходимо действовать для того, чтобы сохранить свою жизнь, свое здоровье и здоровье своих товарищей. Мне больше всего понравилось сидеть в пожарной машине со шлемом, проходить викторину с сотрудницей МЧС. Было интересно поотвечать на ее вопросы по поводу, какие водоемы разрешены, что в доме не так на картинах. К слову, программа в лагере разнообразная и насыщенная. Детвора обучаются военному делу, медицинской, тактической, строевой и огневой подготовке. Особое внимание патриотическому воспитанию. Занятия нацелены на взращивание в молодом поколении товарищества, взаимовыручки, слаженности и преданности отечеству. Сразу после нас сирена мой коллега Роман Костюков с обзором страшных новостей из жизни города. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!